МОЛОДАЯ СЕМЬЯ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 35% от расчетной стоимости, при этом стоимость метра, естественно, применяется не по городу Сарова, а установлена по Нижегородской области, она сейчас составляет 46 тысяч. 35% от социальной нормы, то есть от 600 и выше, то есть чем больше состав семьи, тем выше выплата, но есть свои тоже и здесь нюансы. Должно быть жилое помещение тогда приобретено, если выплату дальность семьи из пяти человек, минимальная площадь должна 55 квадратных метров составлять. То есть не менее нормы учетные, установленные по городу Сарова, это 11 квадратных метров. Прежде чем начать собирать справки на участие в программе «Молодая семья», стоит обратиться к специалистам за консультацией. Вам подробно объяснят все нюансы и подскажут, с чего начать, так как список документов весьма внушителен. Копия документов, удостоверяющие личность и состав семьи. Документы из кредитных организаций, либо из оценочных организаций, подтверждающие доход, плюс документы для признания нуждающимися. Это уже выписки из лицевых счетов, право устанавливающие документы на жилые помещения. И если семья за последние пять лет совершала какие-то действия по смене регистрации, по продаже жилых помещений, вот эти документы, подтверждающие совершение этих действий. После сдачи документов они рассматриваются на седании комиссии по жилищным вопросам при администрации города Сарова, который проходит каждые две недели. И по рекомендации комиссии принимается решение о включении, либо отказе, в включении в состав участников программы обеспечения жильем молодых семей. С этого года список претендентов на участие в программе формируется до 1 июня. На будущий год было подано 46 заявлений. Всего на очереди на получение субсидий стоят около 150 семей. Но, как показывает практика, ежегодно сертификаты получают не более 10. Финансирование предусматривается за счет средств трех бюджетов – федерального, областного, местного. И распределение средств идет именно пропорционально полученным средствам за счет федерального бюджета. Но по городу Сарова, в принципе, по сравнению с другими органами местного управления, семь семей – это, в принципе, неплохая цифра. Но даже если вам уже исполнилось 36 лет или вы не попадаете в программу «Молодая семья» по другим критериям, это не значит, что вы не можете претендовать на помощь государству в приобретении жилья. У нас же есть еще и местные программы по получению социальных выплат просто для нуждающихся. Там может быть чуть меньшая сумма, но тоже более вероятное получение выплат. На самом деле программ много. Необходимо программ много, условий для участия тоже много. У нас есть и спецфонд, это для тех, кто не планирует приобретать жилье. Просто необходимо приходить и консультироваться, кто на что имеет право. Получить консультацию по программе «Молодая семья» и узнать о других действующих в нашем городе программах по улучшению жилищных условий можно по телефону 977-51. Редактор субтитров А.Семкин